Всем привет, дорогие друзья! Я Игорь, канал Алена Арвлог. Со мной, как обычно, вы уже знаете, кто. Эй, Влазь, покажись, скажи привет! Я и Олесик, мы решили сегодня вам показать, как выглядят Будва и Бечичи в ноябре. Давненько мы не были с обзорами пляжной линии на нашем канале. Ну и я, соответственно, решил, что сегодня тот самый день, когда это можно показать. Сейчас утро, воскресенье, и вчера, самое интересное, был шторм. Вот. Ну, несмотря на то, что шторм был, были большие волны, люди купались, потому что вода плюс 20 градусов, и большие волны, естественно, не оставляют некоторых равнодушным ни на секундочку. Последствия шторма сейчас вот я вам покажу. Ну, какие последствия? Просто повыбрасывало на береговую линию очень много водорослей, где-то мусор. Ну, видите, там вдалеке уже кто-то убирает, все наводит порядок, потому что, наверное, шторма уже скоро не будет. Птицы с радостью объедаются, находят за себя очень много корма голуби. Ну, интересный еще момент такой, видите, никого нету, и, соответственно, пляж уже формируется самим морем. Если раньше был пологий такой спуск к морю, то сейчас уже такое вот терраформирование прям-таки идет. И самое интересное еще, что под этими камнями, которые я здесь насыпан, очень много мелкого песка. Но в ноябре Будва все так же прекрасно. Кто скучает по Будве, по Черногории, срочно ставьте лайк и пишите комментарии, что вы соскучились. Ладно, пойдемте подальше посмотрим, насколько изменилась сама прогулочно-пешеходная зона. Видите, то есть одинокие кафешки остались, ну, в смысле одинокие столики, то есть людей-то почти нету. Кафе еще пытаются работать, но многие закрылись уже, не сезон. Ну, это, кстати, к слову, противоположная сторона от старого города, а это значит, что в сторону Бечичи, как и всегда, здесь было меньше народа. Поэтому пойдемте по самым немноголюдным. Если идти в сторону старого города, то там, конечно же, людей, естественно, еще побольше. Все-таки это как магнит привлекает. И, как вы поняли, в ноябре здесь довольно-таки, я бы сказал, жарко. По моим меркам, это Минское лето. Минское там, еще таких вот северных городов, столиц. Люди сейчас, ну, я уже в Беларуси постоянно, у нас в это время дубак, и у меня на генном уровне, я не знаю, я постоянно хочу одеть теплую кофту. А, ну, довольно-таки жарковато. Ну, многие, наверное, сюда приехали такие же, как и я, если это туристы. Вот, но видно, что многие ходят даже в майках. И сейчас кучки разойдутся, солнышко припечет, и точно уже будет плюс 22, плюс 25. Ну, и, к слову, тоже, видите, много детей. Здесь вот все-таки утро, время такое, когда хочется прогуляться с детьми. А мои малыши сейчас в Минске мерзнут. Торговые центры детские развлекательные иногда ходят. Ну, тут бы им тоже было бы малыша моим. Стефании и Доминику весело подбросать камни в море. Все тут копаются. Да, скучно жить без семьи, честно вам скажу. Чего-чего, а в Черногории этого не хватает, если жить на две страны. На этом персе летом очень много любителей понырять собиралось. Ну, а сейчас, как видите, здесь уже только рыбачки в основном. Ну, и те, кто хочет подальше в море зайти. Когда шторм начинался, мы, кстати, сюда подходили. Было довольно-таки необычно и весело быть среди бушующих волн. Ну, они, конечно, не такие гигантские, как в океане. Там и показывают фильмы, катастрофы. Но все равно необычно довольно-таки. Каналы, кстати, уже заполняются. Водоотводные, или как их назвать. Вот, но еще не до конца. Видите, потихоньку вода с гор, с города сюда падает. Хотя это, скорее всего, налилось с моря самого. Особенно со шторма. Пробилось. Здесь некогда шумная и очень такая, с большим людским трафиком. Набережная, преминадная. Нынче пустовато. Ну, это тоже довольно-таки прикольно. Потому что, если не любите большие толпы огромных людей, когда идешь и плечами треши незнакомцев, ну, сейчас вообще здесь раздолье, разгул. Разгул для гуляний. Ну, видно, что в выходной не работают магазины. Поэтому с утра очень много где отдыхающих людей, тем более с семьями. Ну, Будва-семейный город. Потому что здесь есть вся нужная инфраструктура на побережье. Один из самых больших городов, в котором есть все. Поэтому, естественно, многие выбирают Будву. Чуть прошли дальше. Вот видите, пляж. Остатки шторма. И немножко людей. И рыбочки. Я заметил, что здесь в основном они и сидят почему-то. Рыба хорошо клюет. Они знают места. А еще немножко о деревьях. Лучше зелена. Но уже начинает иногда пробиваться. Вот видите, вот желтизна. Желтизна в кронах. Минске это у нас уже было в октябре. Сентябре. В сентябре уже начиналось. Даже в конце августа желтелое опадало листво. А здесь вот я замечаю, что оно только сейчас начинает опадать. Ну, либо они какие-то выборочные деревья раньше желтели. Но здесь попадаются довольно-таки редко. Все зеленое. Еще некоторые даже цвести начали. Акации. Еще какие-то цветы. Даже не знаю, как они называются. Магнолия. Он еще по какому разу цвести начинает. В общем, удивительно. Удивительно, друзья. Погода вроде осень, ноябрь. Пора бы снегу. Я знаю, где-то снег выпал. Ребят, напишите, у кого снег выпал. Сколько? Сколько снега уже выпало. Нам очень интересно. А здесь, видите, в лучшем случае дождь. А, этот пляжик был наш любимый, когда еще Алена со мной была здесь с детьми. Мы сюда часто ходили. Вернее, можно сказать, что чаще сюда ходили, чем в какие-то другие места. Ну, здесь больше нам нравилось. Ну, и сейчас, как видите, он тоже больше для прогулок, а не для купания. Но все равно такой атмосферный. Но тропа между Бечичьими и Будвой заполнена гуляющими людьми. Туда-сюда шпацируют. Кто здесь был летом, обратите внимание, сколько стало пустовато. Нету лежаков. Некому заплатить 15 евро за день. Или 25. Сколько тут стоило перволиния. Наверное, 15 или 20 летом. Кучки, кстати, уже расходятся. Скоро выглядит солнце и начнется снова жара балканская. Туда, друзья, в общем, для такого резкого сравнения решил сразу же оказаться в Бечичьих. Чтобы вы тоже могли сразу же на контрасте сравнить пляжи. Почему? Потому что, ну, не просто так, Бечичьи считаются более ухоженной линией. Если Будванские пляжи такие, ну, как бы городские, общедоступные, тоже классные там и много разных. Здесь отельная линия и за пляжем, ну, естественно, следят больше. Здесь, соответственно, ну, песок, большое пространство. Ну, уже тоже, видите, там, на заднем фоне тоже никого нету практически. Но люди, да, ходят, гуляют, наслаждаются волнами. А волны здесь, кстати, ну, как говорится, без слов. Здесь нету волногасителей такие, как в этом, в Будве. Все-таки там что-то типа порта, такого маленького мини-порта. И чтобы не раскидало маленькие эти лодочки, есть разного рода конструкции, которые обеспечивают гашение волн. А в вечерах этого нету, и вот, смотрите, что было вчера, можно только представить. Слышите, да, этот волшебный морской звук волн? Передаю вам немного звука моря в ваши телефоны, ваши компьютеры, ваши наушники. Прямо из Бечичи, из Черногории. Это очень красиво, это завораживает. Ну, и поэтому, конечно же, столько людей здесь ходят, отдыхают, в воскресенье, заряжаются позитивные энергии на следующую неделю. И я вам тоже хочу, чтобы придать хоть кусочек позитива в наше нелегкое время. Заряжайтесь, забудьте обо всем и медитируйте с волнами. А кто здесь отдыхал долгое время, надеюсь, поймаете немножко ностальгии. Так оно выглядит сейчас. Пустовато, нету музыки, нету толпы людей. Только единение с природой. Ну, и Святый Стефан, Бечичи, все рядом. Кто увидел Святый Стефан, ставьте лайк. Лежаки сейчас уже бесплатно, конечно же. И гостцы вот тут вот почему-то не убрали. Наверное, сюда людей больше приходят, раз они разложены еще. Променадная дорожка в Бечичах рядом с отелями. Дышит спокойствием. Птички, море. Что может быть еще красивее? Да, классно здесь. Чистейший воздух, тишина и спокойствие. С металлоискателями кто-то ходит. Собирает потерянные вами евро. Если кто-то здесь терял евро, вот парень уже нашел его. Так что берегите. Хотя, с другой стороны, если мы не будем терять евро на пляжу, таким парням не будет чем заниматься, им будет скучно. Ну, хоть какой-то тоже дополнительный заработок и одновременно интересное занятие. Интересное хобби, наверное. Походу, это дело нелегальное. Только что видел, как охранники из гостиницы пытались, ну, за чем-то бурно обсуждали с этими кладоискателями. Но вроде как договорились. Все окончилось хорошо. Ребят продолжили сбор потерянных сокровищ. Это медиативное занятие, когда ты на берегу моря ищешь деньги. Под шум прибоя. В общем, друзья, по осени можно здесь даже не только ходить, отдыхать, но совмещать с чем-то полезным. Вот таким вот интересным образом монетизировать свои выходные, свои прогулки. А что? Бары некогда популярные, бенчичьи, выглядят так обставлены мешками, с песком или с чем, не знаю, наверное, чтобы вода сюда не заливала. Какой смысл этих насыпных конструкций? Ну, конструкций, если это можно так и назвать. Да, наверное, защита от волн, потому что вчерашний шторм мог бы здесь нормально так погулять, покуролесить. Хотя что тут сделаешь? Только коррозия только начнется. Видите, второй бар тоже. С мешками. Защита от волн. Люди ходят, трогают воду ногами. Это классно. Видите? Я тоже так хочу. Сейчас доснимаю и побегу. Может, даже искупаюсь. 20 градусов вода, 20 градусов в ноябре. Обалдеть. Святой Том все еще работает кафе. Ну, то есть кто-то говорит, что, типа, у вас у него нечего делать, здесь людей мало, нету никого. Нет, ушки. Тут довольно-таки кипит еще жизнь. Не в тех количествах, как летом. Но, тем не менее, вы идите. А в этом месте, прямо за мной, одна из самых больших парковок, которая здесь была постоянно свободна даже. То есть можно было приехать и найти место. Она вроде как бы бесплатная даже была. Ну, и сейчас тут пусто, что неудивительно. Ну, автобусы где-то там на другой вот стороне паркуются еще. А здесь вот можно идти еще с много свободного места запарковаться. И еще один факт того, что происходит, когда вас здесь нет. Здесь гуляют коровы. Пасутся. Дикий выгул у них. Немножко другой породы, наверное, не такие, как у нас, распространенные в белорусских колхозах. Ну, видите, вот нет машин, значит, есть где выгулить скот. Наедятся сейчас и дадут много-много молочка. Хотя нет, может быть, какие-то быки мясные. В общем, не разбираюсь я в породах. Просто вот вам факт. Интересно, что в бечечах еще можно найти в ноябре. Парни с металлоискателями, коровы пасущиеся на стоянках. А я вам обманул. У вас что, типа, тут нету? Потому что стоянка огромная. В том кусочке не было никого. А здесь, вон, понаехало отдыхающих. Где бы не гулять. В Черногории, по побережью, везде классно. И райончики, они такие довольно-таки маленькие. Прошелся чуть-чуть, уже начинается другое. Вот мы уже на границе, я так понимаю, раздела с Рафаиловичами. Тут сколько-то метров 300-500. И вот уже другое место. Не менее красивое. Ну, наверное, это везде так. Выходной день, когда семьи все выходят. Подышать свежим воздухом. Да просто пройтись, почувствовать жизнь. Если у вас уже снег, никуда не выходите, то вам будет тут точно интересно посмотреть и вспомнить, каково это было летом. А может быть, сейчас цены на билеты, насколько я уже понял, гораздо дешевле. Если у вас есть отпуск, то можете прилетать смело через Стамбул. Или Белград. Севиз нет. Окраина Бечичей. Все умиротворенно, спокойно. А еще интересный момент, что здесь проснулась стройка. Не слышу, как вот это, но в Будве сейчас очень активно строят все эти стройки, которые на побережье, работают без выходных. Выходные, воскресенье, суббота. Там постоянно кто-то лазит, что-то стучит, что-то делает. Ударными темпами. Ну, помните, закон был какой-то о том, что нельзя заниматься громкими строительными работами в сезон. Море волнуется раз. Красота. Думножку бы сейчас сюда не оторвать было бы его. Может, даже полез бы купаться. И вот зачем я здесь пошел? Сейчас меня и накроет. Ну что, друзья, вы уже сами видели без большого количества людей, как выглядит береговая линия в Будве, как выглядит в Бечичах. И здесь уже проще сделать какие-то сравнительные выводы о том, что вам может больше понравиться. Короче, друзья, я вот на прощание. Смотрите. Полностью мокрый. Обязательно ставьте лайк и подписку с вас, потому что я в такую передрягу-то попал. Блин. Я вам покажу. Опа. Видите? Все ради вас, друзья. В общем, подписка, лайк. Надеюсь, моя жертва не была напрасной. Сердечко с Бечичей. Пока, друзья.